Ежегодно 8 сентября в нашей стране отмечается День воинской славы России, приуроченный к годовщине Бородинского сражения, имевшего место во время войны 1812 года. Можно сколько угодно спорить на эту тему, кто победил в этой битве, французы или русские. Но, пожалуй, лучшую характеристику этому событию дал сам Наполеон Бонапарт. Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми. Есть и в нашем небольшом городе энтузиасты, любители военной истории, которые изучают историю войны 1812 года, не по учебникам, а наглядно на примере военно-исторической миниатюры, то есть миниатюрных солдатиков высотой всего 3 сантиметра. 8 сентября 1812 года состоялась Бородинская битва, которой я и посвящаю данную диораму. С возрастом я стал понимать, что эпоха наполеонских войн интересует меня не столько красочной униформой, сколько своей тактикой и стратегией. В коллекции Никиты, ученика 10 класса, более 2000 фигурок эпохи Наполеона. Все они собраны в коллекцию еще совместно с его отцом на протяжении 15 лет. Кроме отечественных наборов, есть экземпляры солдатиков, которые заказывали через интернет-почту из Италии, Германии и США. На Западе давно этот вид хобби приобрел популярность, еще с 60-х годов, под названием Wargame, что переводится как военная игра. Ну а у нас Wargame широко стал распространяться только в конце 90-х. Многие коллекционеры оловянной миниатюры также сейчас переходят к более дешевым фигуркам из пластика, чтобы использовать их в своих реконструкциях. Солдатики – это наглядное изучение наполеоновских войн. Моя экспозиция расскажет об основных этапах Бородинского сражения. Мы попросили Никиту показать нам основные этапы Бородинского сражения. Основными этапами Бородинского сражения являются оборона багратионовых флешей и оборона батареи Раевского. Не менее важным событием была и битва в Варжи между саксонскими карасирами и русскими кавалергардами. В нашей съемочной группе был продемонстрирован эпизод атаки французской кавалерии на курганную батарею Раевского, которая стала могилой наполеоновской тяжелой конницы. Несколько раз батарея переходила из рук в руки. В ходе 12-часового боя французской армии удалось захватить позиции русской армии в центре и на крайнем левом крыле. Но после прекращения боевых действий французы отошли на исходные позиции. Армия Наполеона потеряла убитыми и ранеными свыше 50 тысяч человек. Потери русской армии достигали 44 тысяч. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Необходимо отметить, что прежде чем воспроизвести то или иное сражение эпохи наполеоновских войн, нужно изучить множество исторической литературы, чтобы получить более реалистичную картину и разобраться в тактике и стратегии воюющих сторон. Я беру свои знания из книги «Войны и сражения эпохи Наполеона». Это одна из немногих книг, по которым я изучаю данный вид эпохи. Кроме этого, интересы ученика 10-го класса не ограничиваются только одной наполеоникой. В коллекции Никиты также имеются около тысячи фигурок и техники времен Второй мировой войны. Это и миниатюра, показывающая армии стран АСИ фашистского блока и армии союзников СССР, США и Великобритании. Но это уже совсем другая история, о которой мы расскажем в следующих выпусках нашей программы.